Здравствуйте, Игорь. Надеюсь, вы нам расскажете куда-нибудь, какие-нибудь более жизнеутверждающие позитивные истории сегодня. Здравствуйте. Ну, с историей сложно, потому что она вроде как жизнеутверждающая, с другой стороны, всегда очень-очень серьезно поучительная. Да, я сегодня попытаюсь рассказать про то, что же сподвигло декабристов на декабрьское восстание, потому что, ну, скажем так, в школе нам привычно подавали схему Владимира Ленина о том, что декабристы разбудили Герцена, ну и дальше понеслось, Герцен там народовольцев разбудил, и дальше, значит, большевики были разбужены, и все. И у нас случился Советский Союз. Вот. А кто же все-таки будил декабристов? Вот. Что же на них повлияло? Обычно рассказывали о том, что они вот прошли походом, значит, во время вот этой войны с Наполеоном по Европе, увидели, как там хорошо, и решили это хорошо сделать у себя в России. Вот. И, собственно, совершили попытку этого самого переворота, который закончился для них определенной катастрофой. Вот. Значит, значит, но если вот вы очень внимательно смотрите исторические события, то начинаешь понимать, что у них был очень яркий пример, который на них очень сильно повлиял. Практически именно обсуждение этого исторического события и привело к созданию самых различных тайных обществ, вот. Вот. И практически конструировало их будущие действия вплоть до того, они просто из этого примера брали, значит, технологии брали, институты. И вот, например, многие исследователи указывают, что конституция Никиты Муравьева просто списана из этого исторического события. А историческое событие происходило в Испании в это время. Вот. Как мы знаем по истории, значит, Наполеон, когда, значит, начал свои вот эти военные действия в отношении других европейских стран, сначала была такая защита французской революции от, скажем так, реставрации, от того, чтобы вернуть на трон бурбонов. Вот. Безусловно, что такой страстью к возвращению бурбонов к власти во Франции, значит, этим мучились соседи, ну и, безусловно, родственники. Все это не забываем. Бурбоны одна из таких очень в династии влиятельных. Их родственники бурбонов сидели на троне в Испании, в Италии, в Люксембурге. Вот. То есть французские бурбоны – это такая довольно обширная группа, значит, монархическая. И вот испанцы тоже хотели вернуть бурбонов после французской революции. Но Наполеон этого не позволил. Он практически подчинил Испанию. Так просто вторгся в Испанию и подчинил ее. Вот. Заключил договор с ней против Великобритании. И, значит, там началась, по сути, такая гражданская война, потому что север контролировали французы. Вот. Это происходят события произошли в конце XVIII века. Контролировали французы. А юг практически контролировала хунта, значит, центральная хунта, которая начала активно действовать. А дело в том, что Наполеон отстранил практически от власти, пришедшего тогда к власти в Испании, значит, Фердинанда VII. Отстранил его, увез его во Францию и посадил на престол испанский Жозефа Бонапарта, то есть, собственно, старшего брата. Хунта воевала против него именно в 1812 году, когда Франция занялась Россией и начала вторжение. Французские кортесы, вот эти на юге Франции, в городе Кадис, это такой самый очень южный порт, значит, Испании. Так вот, французские, эти испанские кортесы, собравшиеся там, написали конституцию. Она сейчас так и очень известна, либо Кадисская конституция, либо Конституция 1812 года. И, ну, практически эта конституция, ну, это очень такая демократическая конституция была написана кортесами, очень демократическая. Хотя конституционная монархия там была, но, тем не менее, там и права человека были в третьей главе. В общем, там очень много таких интересных элементов, которые потом воспользуются Никитой Муравьевым. Вот. И дальше события разворачивались следующим образом. Началась такая, особенно, как бы, когда Франция потерпела поражение от России. В Испании тоже началась очень мощная гражданская война против, значит, французов. И был возвращен Фердинанд, значит, седьмой. Наполеон отпустил Фердинандца седьмого. Он вернулся в Испанию. Тут надо поправку очень важную внести. Дело в том, что Наполеон, когда удерживал с помощью Жозефа Испанию, он тогда вручил испанцам свою конституцию. Вот. Очень интересно, что на территории Испании действовало две конституции. Одна вот этого Бонапарта, другая конституция 1812 года. Вот. И вернувшийся Фердинанд, так как тогда действовала конституция, значит, Бонапарта, отверг эту конституцию и продолжил править абсолютной монархией. Но Кортесы сказали, ты вернулся, мы вот тут Испанию все-таки освободили, выгнали Наполеона, не без помощи, конечно, России, и то, что там он в России поперекал поражение, мы выгнали, мы должны принять это. Фердинанд VII отказал. Он сказал, нет, я абсолютной монархией, я не буду. И вот тут разрешили самые интересные события. Дело в том, что Фердинанд VII, вернувшись, начал всех терроризировать. Он начал преследовать и тех, кто боролся за свободу Испании. То есть, проще говоря, вот этих сторонников Кортесов. В 1820 году полковник Рафаэль Риего в Катисе поднимает восстание, поднимает военный мятеж и начинает двигаться в сторону Мадрида, то есть через Андалузию начинает двигаться в сторону Мадрида. И это настолько сильно воодушевляет жителей Мадрида, что они выходят на улицы. И Фердинанд VII понимает, что надо что-то делать, и он соглашается принять Конституцию 1812 года как основной закон для всей Испании. И вот это событие практически мирного переворота, когда царь соглашается, когда король, испанский король, соглашается с принятием Конституции во Франции, начинает работать отсюда, настолько сильно впечатлило офицеров русской армии, что они просто загорелись о том, что, слушайте, а почему так нельзя сделать в России? Почему нельзя вот именно так же, как полковник Риего, взять походом на Петербург, все изменить? Они были очень воодушевлены этим. Дальше шло очень серьезное обсуждение, создавались общества, вот эти нам союз, освобождение, вот в войсках просто вот одним за другим. Просто когда потом было следствие после восстания декабристов 1825 года, это все очень подробно разбирали. То есть пытались разобраться в причинах, и это в допросах очень аккуратно. Они, потому что декабристы же стучали активно друг на друга, вот, а они, это все записано очень аккуратненько, это все вот описано, как они, что они обсуждали, что на них произойдет впечатление. И, условно, что произошла в самой Испании, вот считается, что вот этот период 20-23 года, когда действовала Конституция 1812 года, она, значит, очень, скажем так, была, вызвала бурю недовольства, потому что во время действия этой Конституции, значит, пришедшие к власти вот эти сторонники, полковника Риега, они произвели мощные буржуазные реформы, там очень сильный удар был по церкви, очень сильный был удар по экономическим интересам феодалов и тому подобное, то есть еще ее называют второй буржуазной революцией Испании. И поэтому, безусловно, произошла очень мощная реакция, Фердинанд VII в 1923 году поднимает мятеж уже против полковника Риега, Риега вешают в Мадриде, и это все наблюдают декабристы и начинают делать выводы. Они начинают, значит, готовиться к своему мятежу и понимают, где ошибки у испанцев. Это очень подробно обсуждается, очень активно действуется. Активно действует. Ну, в общем, в 1823 году, значит, Фердинанд VII, ему помогают еще французы, теперь уже не бонапартовские, а бурбоновские, то есть бурбоны реставрированы. И плюс еще Священный Союз, напоминаю, тогда действовал очень активно, такое объединение противореволюционное во главе с, между прочим, Россией. И вот в 1923 году Фердинанд полностью восстанавливает власть над Испанией и практически возвращает трон бурбонов в Испании и устанавливает абсолютную монархию. Но декабристов впечатлило все-таки действие полковника Риего. И поэтому восстание 1825 года – это все-таки восстание под впечатлением вот этой вот бескровной испанской революции 1820 года. И вот можно считать, что декабристы у нас были разбужены именно испанскими событиями полковником Риего в 1820 году. Вот такая вот интересная история. А ты говоришь, не учится на примерах. Дурной пример за родители, да. А ты говоришь. Интересно. Меня, конечно, очень резонула фраза. Ну, конечно, они там все стучали друг на друга. Почему так происходило? Откуда это вообще берется? Ну, надо не забывать, что это офицеры. И они сходят из офицерского кодекса чести. А говорить своему начальнику, говорить честное, правда – это одна из основ чести. Поэтому это было не стучание, по сути. Мы это сейчас рассматриваем с точки зрения XX века, когда ты сообщаешь что-то высшей власти, то это все катастрофа. Тогда же высшая власть – это священная. И поэтому офицер кодекс чести очень связан с сакральностью власти. А власть тогда считалась все-таки в России сакральной. Однозначно не забываем, в Конституции Никита Муральева прямо указано о том, что власть императора священна. Прямо это указано в Конституции. Хотя, да, ограничена Конституция, но она священна, и император не может ошибаться. Его нельзя наказывать ни за какие, если он совершил ошибки, нельзя наказывать. И поэтому и стучание это выглядит с нашей точки зрения, и стучание с их точки зрения – это честный рассказ о том, что происходило. Это такой один из элементов офицерской части. Так вот откуда огромное количество доносов по деятельности депутата Хинштейна. Это просто наследие офицерского наследия. Я бы не связывал это, потому что сакральность власти у нас давно уже преодолена. Тут большевики постарались, и уже тут много других действий. У нас уже нет взгляда такого божественной передачи власти напрямую. Мне кажется, именно так. На Путина сейчас и смотрит. Что он единственный и неповторимый, что кто, если не он, дан нам Богом свыше просто, и все. Там уже давно сделка. Там давно уже сделка, и все они очень хорошо понимают, что они за это получат, они хорошо умеют. У нас уже давно все все продают. Это уже норма. Это понятно. Ну и про тесную взаимосвязь патриарха и Путина, церкви и власти тоже ясно, что это какая-то договоренность, которая реализуется таким образом. Но народ-то это воспринимает. А это же на конкретного потребителя оказывает воздействие, и рейтинг Путина растет. Как мы далеко ушли от декабристов, да? Мне кажется, аналогии, конечно, можно проводить, но где-то надо границать. Но не настолько же, Даша, я поняла. Не настолько же. Спасибо. Это был Игорь Сажин, исторический РСВРТ. До встречи завтра. Который рассказал нам, что на самом деле разбудил Герцена. Спасибо большое, Игорь. До свидания. До завтра. До свидания.